Обеспечить жителей частного сектора Калача-на-Дону качественной питьевой водой. Такую задачу поставил губернатор Андрей Бочаров местным властям. Как она исполняется, выясняла наша съемочная группа. Вода была плохая, коричневая. Эту ракину без конца мыло ежиком, а теперь благодать. Нету этого осадка, все хорошо. Семья Евко переехала в Калач почти 10 лет назад. Говорят, нравится здесь единственная проблема с питьевой водой. Ее приходилось возить в бутылках, рыть скважины, закупать специальные емкости. Об этом жители рассказали губернатору, который побывал здесь с рабочей поездкой. Местные власти получили указания решить вопрос. Скажите, вода подшиняете? Да, конечно. Еще бы. Еще бы, да? А все подшиняете или нет? Ну почти все, кто знал, все подсоединились, наверное. Мы в основном, конечно, из-за воду. А вот дом Виктора Тимофеевича Евко к централизованному водоснабжению не подключили. С просьбой оказать помощь ветеран обратился к главе региона. Спасибо губернатору, что он приехал. Ну и я, как нахасу, наверное, проявил. Пошел сразу в Доме культуры, к нему прямо. Ну что, говорят, нельзя провести. А он сделал так, что провели хорошо. Спасибо ему большое. Теперь проблема с водой для семьи Евко, как еще у многих калачевцев, решена. На очереди еще часть домовладений, которые ожидают подключения к централизованному водоснабжению. Затраты для жителей нашего города, которым сегодня предлагается. Если вы желаете, давайте потихонечку будем проводить. Собирайтесь только заявления. Деньги все за счет предприятия, за счет внутренних резервов. Поручения главы региона местные власти взяли на контроль. Сегодня качественной питьевой водой в Калаче уже обеспечено более 300 домовладений. Екатерина Караваева, Алексей Лунев, телекомпания «Ахтуба» из Калачевского района.